Всем привет, мои хорошие! Мой сегодняшний влог начинается очень круто для меня. Наконец-то пришла моя посылочка. Пришла она благодаря и Насте. И Насте огромный привет! Она заказала то, что я хотела давно. Это штатив, который мне нужен для бумажного канала. Он просто выворачивается в любую сторону. И еще здесь кое-что очень интересное. Даже твиксику интересно, что же здесь внутри. Мне просто не хватает терпения. Все это тестить, наверное, мы будем завтра. Но распаковать я это должна сегодня. Сейчас будем смотреть. Не знала даже, как поставить камеру, чтобы вам все было видно. Я без вас ничего не открывала. Поэтому вы увидите мое первое впечатление. О, какая классная желтая штучка. И здесь у нас... Ура! Косметика от Калаген. Я давненько хотела себе этот сет. Точнее, мне показала и Насте, что этот сет на Вайлдбери стоит гораздо дешевле, чем у нас в городе. Поэтому я решила взять... Смотрите, какая красота! Это, во-первых, крем от Калаген. Сейчас открою. Я им уже пользуюсь на протяжении где-то месяца. И он мне очень нравится. После него у меня стало значительно меньше высыпаний. Не знаю, связанное с этим кремом или с какими-то другими гормональными изменениями в моем организме. Но в любом случае он мне безумно нравится. Следующее, что я хотела попробовать, это кушон. Причем здесь кушон идет с запаской. Я такой не пробовала. Кушон в оттенке 13. Хотя нет, это не кушон, это пудра в оттенке 13. Завтра мы обязательно это все будем тестировать. Пока что я не знаю, подойдет мне или нет. Дальше здесь лайнер. Я подобным, если честно, никогда в жизни не пользовалась. Но посмотрим, понравится ли мне пользоваться таким лайнером. Он тоже от Калаген. Весь этот сет он от Калаген. Дальше здесь, естественно, тональная основа. У меня такая, кстати, была. Но она у меня не в запечатанном виде. Здесь очень большой объем. И я считаю это существенный плюс. В обычном стандартном тональном 30 мл. А здесь 90. Так, и последний, я даже не помню, что это. Но посмотрим. Интересненькое. О! Это тушь? А, это тушь, действительно. Ну, подобную кисточку, если честно, я не очень люблю. Но завтра мы обязательно со всеми этими средствами будем делать макияж для мукбанка. И затестим каждое средство. Вроде я заказывала только штатив и вот эту косметику. Но 17-ка тут и еще что-то положила. Мне даже самое интересное, что здесь. Я как-то во влоге обмолвилась, что хочу штатив, но не знаю, как его сюда завести. И она мне сама написала, что я в России, давай я тебе помогу и так далее. Это настолько приятно, что есть люди, которые готовы тебе помочь в любой ситуации. Так, глянем. Вау! Я давно хотела попробовать Миксит. Мне кто-то написал. Блин, девочки, я в шоке просто. Я давно во влоге в одном говорила, что я очень хочу попробовать косметику от Миксит. Блин, как я рада. А, тут такой аромат. Вот я резко открыла, это просто нечто, девочки, так пахнет. Вау! Это гель для душа и крем для тела. И такой аромат стоит, прям невероятный. Честно, я настолько рада, мне настолько приятно, настолько никто не попадал. Так, здесь еще что-то. Прикиньте, прикиньте, что. Вау, какой красивый, я не могу. Я как ребенок радуюсь, честно. Вау, какой красивый чехольчик. Это для моего телефона? Это для моего телефона. Так, раздевайся. Иди. Смотрите, какой красивый чехольчик. И сюда можно положить карточку, да, если я не ошибаюсь. Да, как-то сюда можно засунуть карточку. Розовенький чехол, очень красивый. Так, смотрим дальше. Здесь еще крышка есть. Сына! Сын, это для тебя. Сыночек о тебе тоже помнит. Так, это... Это что-то для кошек. Какой-то кружочек я видела. Так, 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 так. Да, это вот такая штука, ты ее клеишь на стену, и потом котик постоянно нюхает или... Короче. Сына, смотри. Посмотрю, он заценит или нет. Ему понравилось. Да, я видела там в ТикТоке, но я просто не знаю, что это. Но кошки очень любят эту штуку, и они постоянно ее облизывают, насколько я знаю. Видишь, о тебе тоже позаботились, дурачок. Да, ему явно очень понравилось, и надо куда-то приклеить. Успокойся. Ай, больно. Больно, дурачок. Дай сюда. Эй. Не нервируй, мать. Нельзя, сказал я. Че с ним? Вот так надо куда-то приклеить. Так, мы с вами двигаемся дальше. Посмотрим, что здесь дальше. Фрикс вот никак не может прийти в себя. Успокойся, размазня. Я не знаю, ребят, что это. Но ему настолько это понравилось, что он сейчас вот не может прийти в себя, все обнюхивает места, где лежала эта штука. Я не знаю, что это, но если бы мы знали, что это. Но мы, к сожалению, не знаем, что это. Это, видимо, лазер. Это лазер. Смотрите. Это лазер специально для кошек. Посмотрите, какой милый и красивый. Прям супер. Я получила просто бурю эмоций от всех этих вещей. Честно, очень приятно. Но еще больше я люблю сама делать подарки, делать какие-то приятности. Поэтому обязательно пишите в комментариях, что мне стоит подарить. Я немножко даже над Твиксом поугарала. Посмотрите. Что с тобой? Ой, дурачок, я не могу. Радость полной штаны. Твиксик немножко подустала. Оказывается, здесь есть другой режим. И это такая вот мышка. Я не знаю, вам видно или нет, но здесь вот явно мышонок такой маленький. Вот. Сынуля, поймай себе добычу. Ужин твой будет. Деликотес. Мышка. Сегодня, девочки, прям день каких-то сюрпризов. Под вечер меня еще обрадовали. Да-да-да-дам. Посмотрите, какой красивый букет. Я прям налюбоваться не могу. Какая красота. Прям вау. Мне очень нравится. Это красные розы. Твикс, шоки сына. Посмотри, маме, какой букет подарили. Сейчас быстро надо это все дело в воду. Возвращаясь, девочки, уже на следующий день. Я настолько обрадовала всем этим плюшкам, подарочкам от Инасы, что совсем забыла, зачем я делала заказ. Естественно, из-за этого штатива. Я его забыла распечатать. И сейчас вспомнила про него, потому что буду снимать на него бумажное видео. Он реально очень удобный. Прям вообще кайф. Вот как раз-таки из-за него я делала весь этот заказ. Собеданно, доставки к нам сюда не было. Поэтому... Сейчас покажу. Я очень надеюсь, что все в рабочем состоянии. Это штатив именно для стола. Выглядит достаточно массивно. Я видела у другого блогера. Она просто ссылочку оставляла. Я так обрадовалась, когда увидела ссылочку. Думаю, какая красота. Запажу себе тоже. Девочки, это просто 5 из 5. Видите, он нереально крутой. Достаточно массивный. Будет держать камеру отлично. Не обращайте внимания на мой бардак. Я сейчас все обязательно уберу. И буду уже здесь снимать для вас бумажное видео. Тут есть насадки также для телефона. Но я, понятное дело, на телефон снимать не буду. Я буду снимать на камеру. И самое главное, этот штатив нормально держит камеру. И выкручивается абсолютно куда угодно. Как говорит моя мама, сколько можно покупать эти железяки. Но это все нужно. У меня такого штатива как раз таки не было. Было самодельное, которым я пользовалась. А теперь у нас вот такая будет конструкция, которую очень легко управлять. Так, девочки, что я заметила? У меня был коллаген уже, который я покупала у нас здесь в городе. И смотря на его упаковку и на вот эту, они достаточно сильно отличаются. И отличаются не только по внешнему виду, но еще и по оттенку. А также по текстуре. Вот я не знаю, вот второй, который я купила на Wildberries, он больше походит на подделку. Как-то все неаккуратно приклеено, какие-то разводы непонятные. И когда наносишь его, у него очень странная текстура. Что не скажешь про этот. Этот просто супер. Вот, поэтому даже не знаю, стоит ли вам советовать покупать коллаген именно на Wildberries. Я, наверное, пользоваться им буду, но я не уверена, что это оригинал на самом деле. Хотя, может быть, в разных, там, не знаю, выпусках. По-разному его производили. Разный был дизайн. Но он конкретно отличается. Вы даже на видео можете это заметить. И текстура, кстати, тоже. Вот, к сожалению, на видео вам не видно. Но я вот наносила на лицо, делала свотч. И вот этим вот, который в городе покупала. И вот этот, который на Wildberries, который я в городе покупала, у него текстура гораздо лучше. А здесь как будто тональный отдельно и какое-то масло отдельно. Сейчас я буду распределять. Может быть, вы это заметите. Правда, на видео совсем ничего не понятно. Но поверьте моему слову. Мне кажется, даже на видео заметно, какая здесь текстура своеобразная. Не знаю, это подделка. И неужели у таких дешевых брендов тоже бывают подделки? Пишите обязательно в комментариях. Может ли так различаться тональный? Если одной и той же марки, одной и той же серии. Тон я нанесла. Нанесла совсем чуток. Потому что если я его много нанесу, я буду прям черная. Сейчас тоже, мне кажется, как-то лицо сильно темновато. На мой взгляд, опять же. Часто замечаю, как девчонки наносят супер темный тон. И выглядят как будто более загорелый. Но когда шея белая, а лицо черное, это смотрится как-то не очень. Поэтому как бы мне не хотелось быть более загорелой, более смуглой, я считаю, что тоном этот вопрос решить невозможно. Поэтому обязательно всегда покупаю тон в цвет. Не светлее, не темнее. Даже порой светлее, но не темнее. Потому что я еще делаю контуринг, и как-то немножко получается потемнее. Поэтому я беру даже светлее. В этом смысле коллаген в оттенке 13, он мне темный все-таки. Пудра также у меня в оттенке 13. Что хорошо, здесь в комплекте также есть запаска. То есть, если что, пудра закончится, у нас есть еще один рефил. Мне кажется, это безумно удобно, потому что пудра быстро заканчивается у меня. По крайней мере, точно в отличие от румяшек, хайлайтеров и всего остального. Есть также вот такая пуховочка, которую я никогда не пользуюсь. Я обычно наношу, обычно пушистой кистью. Здесь, значит, цвет мне подходит. Он идентичен с моим Maybelline, поэтому, думаю, с удовольствием буду пользоваться. И тем более, впереди еще лето. Я немножко, дай бог, загорю, и будет как раз в тон. За этим всем с таким интересом наблюдает Твиксик. И думает, блин, нафига кому надо знать, подходит тебе пудра или нет. Вот зачем ты это снимаешь? Кому это надо? Как вам моя стрелка? На самом деле, лайнер просто шикарный, но я не умею рисовать им. Я уже привыкла другим лайнерам рисовать, поэтому у меня получается какая-то хрень. Я, естественно, не визажист, конечно, и показать вам, как нужно правильно делать мейк, это, пожалуй, не ко мне. Но просто как среднестатистическая девушка, которая пробует новые продукты, могу немножко поделиться своими впечатлениями. Что касается лайнера, он классный, просто подобным форматом я никогда не пользуюсь, поэтому он мне не очень подошел на самом деле. А тушь очень даже хорошая, особенно вот эта силиконовая кисточка, я знаю, что многим она нравится, поэтому тушь могу советовать. Пудра, на удивление, мне подошла слегка просто, немножко мне темная. А так, в общем, пользоваться можно, и вообще впереди лето, поэтому с удовольствием буду использовать. Честно, я просто обожралась на мукбанке, но все равно хочется немножко фруктиков. И тут увидела, что мама принесла вот такую классную клубнику, она уже не сильно дорого стоит, но очень классно пахнет, сладкая. Мне что-то, девочки, совершенно не сидится дома, мне хочется что-то купить. Тем более, скоро мы уезжаем в деревню, послезавтра, значит, прилетает папа, и папа хочет прямо в день прилета поехать в деревню. Я предлагаю несколько дней все-таки остаться в городе, у меня тоже есть дела, которые нужно сделать здесь. Сегодня я, кстати, решила все вопросы с налоговой, сделала отчет, так что у меня все готово, по идее, я могу поехать, но, скорее всего, долго там оставаться не буду. И вот сейчас у меня такое желание, вот у меня иногда бывает, я лазила в инстаграме, увидела классные такие блески, которые я хочу, увлажняющие, и мне их захотелось. Этот магазин находится далеко от меня, и туда ехать мне неохота, но зато около моего дома есть один косметический магазин, где есть абсолютно все, и, кстати, намного дешевле, чем у всех этих магазинах. Я не знаю конкретно, что мне нужно, но я хочу пойти туда и что-то себе купить. Как вы знаете, когда у меня не бывает настроения, а сейчас такая пасмурная погода, что реально настроения нет, мне всегда хочется что-то себе купить. Вот когда я покупаю себе какие-то штучки, у меня сразу поднимается настроение, жизнь кажется ярче, лучше, поэтому я думаю сейчас одеться и пойти в косметический магазин. У меня там есть еще бонусная карта, и она очень сильно стимулирует меня что-то покупать, прям нереально стимулирует меня, и поэтому я покупаю только там, потому что там садятся бонусы. По идее, там вообще прям мелочь. То есть на 100 монат я получаю всего 5 монат. То есть на 5 монат я могу выбрать что-то другое или получить скидку на обычную, я на эти деньги выбираю еще что-то. Но сказать честно, у меня закончился бальзам для губ, у меня они заканчиваются очень-очень быстро, и кстати, один бальзам я вообще потеряла, не знаю куда он делся, вообще надо быть повнимательнее со своими вещами. Потому что, помните, я вам рассказывала в одном из влогов, я потеряла две своих любимых помады. Я была уверена, что я их найду, когда буду делать уборку или как-то обязательно найду, потому что где-то они дома. Но я их в конце так и не нашла, то есть я их потеряла, эти две помады. Одна из них моя любимая от Maybelline с такими невероятно крутыми блестками, поэтому, наверное, пойду покупать себе новую. Но проблема в том, что этой помады абсолютно нигде нет. Когда я ее нашла, я просто была счастлива, я ее купила, знаете, с такой радостью, но ее нет, к сожалению. Так, я уже дома, накупила всего, сейчас вам все это дело буду показывать. Итак, первое, что я купила, это вот такой блеск для губ от Artvisage. У нас косметика Artvisage почему-то очень дорого стоит, в России там по 150 рублей блеск стоит. А у нас почти 8, да, по-моему, 8 она стоила. Точно не помню сколько, потому что много чего покупала. Здесь очень мелкие блестки, он почти прозрачный на самом деле. Я думала, что блестки будут покрупнее. А, совсем забыла, оказывается, я купила два блеска от Artvisage. Я даже купила в разных магазинах. В первом магазине взяла вот этот вот, с такими крупными блестками, и во втором вот этот вот. И, кстати, даже не обратила внимания на цену, сколько где стоит. Но я думаю, плюс-минус одинаково, с небольшими погрешностями. Я попробовала оба блеска неплохой текстуры. Как только я поеду в Россию, первым делом я куплю себе где-то 10 таких блесков от Artvisage. Девочки, у меня был невероятно крутой блеск от El Corazon с крупными блестками. И вот прошло где-то 2-3 года. Я все ищу подобный блеск с крупными блестками. Сейчас сделала свочи, нанесла на губы этот блеск. Это от Everline. Мне сказали, что от Everline, но на нем что-то ничего не написано, либо я не вижу. Ну, в общем, вот такой вот с крупными блестками. Обычно я такие no-name продукты никогда не покупаю. Но сегодня на пробу решила взять аж 4 средства и посмотреть, какие же они в использовании. И первый это вот такой бальзам внутри с розочкой. Я давно хотела попробовать. Видела, девчонки на Вайлбере заказывали подобные штуки. Честно, мне вообще не нравится. Она прям, ну, не очень. Вот сразу видно, что что-то такое дешевое и ужасно пахнет. Короче, здесь тоже не очень радужно обстоят дела. Он достаточно сухой. Хотя, наверное, это на любителей. У меня был бальзам хороший от Revolution. Он тоже был такой же сухой. В общем, на мой взгляд, чем покупать такие дешевые какие-то бальзамы для губ, лучше купить какой-то Carmex или какой-то Nivea. Я хотела купить Nivea, просто его нигде не было. Поэтому пришлось взять этот мусор. Опять же, дело ваше, но я не могу посоветовать ни одно из этих средств. Чем брать вот эти 4? Лучше взять одно какое-то стоящее нормальное средство, увлажняющее для губ. Из бюджетного сегмента мне нравится косметика Jeff. Но здесь тоже, видимо, я промахнулась цветом. Какой-то слишком темный получился. И еще взяла вот такой карандаш в таком сером оттенке. Достаточно темном, но я думаю, с этой помадой Jeff будет как раз самое то. И последнее, что я взяла, это три по-такие пилки. Вот такие небольшие у меня покупочки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...